Уважаемые коллеги, наверняка в этом зале многие из детства помнят знаменитую фразу французского писателя «Мы в ответе за тех, кого приручили». Так вот, если в преломлении нашей с вами работе как избранников громады, то мы в ответе за тех, кто нас выбирал. Я сейчас обращаюсь к той части депутатского корпуса, которая избиралась по партийным спискам. Если вы помните, пюллетени, в которых ставили галочки за наши партии и за нас с вами, заполнялись не только в городе Славянске, но и в Николаевке и Светогорске. Так вот, сейчас наша с вами прямая обязанность защитить или долг даже защитить право громады Светогорска на доступную в прямом смысле, я чуть позже объясню почему, медицинскую помощь. Итак, по порядку, давайте посмотрим, чем отличается вот этот проект решения от предыдущих двух. Вот посмотрите, там тоже идет ликвидация больниц, и тут ликвидация. Пункт первый. Дело в том, что в предыдущих решениях, смотрите, пункт первый. Прикрепление... И там так же, знаешь, самое, так что не надо рассказать больницам. Слово больницу забудьте даже. Потому что зачем говорить то, чего не существует. Значит, прошу обратить внимание. Пункт первый всех этих проектов решений. Предыдущих. Прикреплиты шляхом проеднания. А в последнем, вот касательно Светогорска, приплиты, читаем по факту, шляхом ликвидации. Что это означает? Ну, по-простому. Честь и хвала нашей медицине, которая в Славянске сумела сохранить вот эту территориальные все точки наших приемов больниц и больницы. То есть просто мы трансформировали их в амбулатории. А что происходит в Светогорске? Ну, для тех, кто не понимает, в Светогорске сейчас есть два пункта приема. Переулок Лесной и улица Островска. Так вот, мы закрываем на переулке Лесного путем перевода на улицу Островска. То есть из двух датчиков, где принимали и лечили больных, остается одно. Что это означает? Я вам скажу, что это означает. Это означает, что нарушается закон, который в преамбуле этих проектов решений не вынесен. А зря, потому что это основной закон Украины. Зачитываю вам статью 49-ю, закон основного закона Украины, Конституции Украины. Держава створит умовы для эффективного и доступного для всех грамотян методичного обслугования. У державных и коммунальных закладах охороны здоровья медичная допомога надается без оплаты. Истующая мережа таких закладов не может быть скорочена. Что впоследствии? Впоследствии я вам скажу. Когда нарушается основной закон Украины, идет подача прокуратуры о протестовании. Такие случаи у нас по Украине сплошь и рядом. К сожалению, так получается, больницы сейчас под предлогом оптимизации закрываются. И на сегодняшний момент, так получается, что закрывает их власть, открывает их партия Фронтзмин. То есть опротестует эти решения и открывает. На сегодняшний момент это Алубка, Черкассия, Ровенская область. Но это как бы политика. Давайте по конкретике. Второе. Я провел консультации с администрацией этой больницы в Светогурске. Так вот. На сегодняшний день здание, которое планируют перевести с переулка Лесного на Островского, двухэтажное, оно не готово чисто технически принять эту амбулаторию оттуда, девятую, восьмую. Не готово. Просто не готово. Теперь, кроме того, что, ну смотрите, в одном здании теперь будет и прием больницы, прием на первом этаже, а на втором стационар. Возможно, это удобно, но по стандартам это нигде ну так не принято. Это даже понимают простые жители, что нельзя принимать и лечиться в одном здании. Мало того, а что мы будем делать 25-30 человек, которые сокращаются, увольняются в Светогурске? Это вам не славянство. Понимаете, там годами накапливался кадровый потенциал, а теперь этих людей отправят на улицу, ну в том числе и главврача. И мы их просто потеряем. Они разъедутся из этого Светогорска. Там негде найти работы, в отличие от славянцев. Ну и третье, самое основное. А что громада Светогорска? Учитываем ли мы ее мнение? Теперь, ну здесь, хоть все были хоть один раз в Светогорске. И вы знаете расположение Светогорска. Въезжаем, автовокзал налево пошла улица Островского. Так вот, поликлиника и двухэтажка, куда планируется все перевезти, находится на этой улице, на территории пансионата Солнечного. Рядышком находится только несколько пятиэтажек. Шесть штук там. А вся основная часть Светогорска, она вглубь пошла, это жилой сектор, до Сахалина, где церковь находится. Так вот, эта больница, которая закрывается, ну я говорю, тут уже как бы терминология, она находится в центре этого жилого массива. Что дебилы произойдет? Внимание, в Светогорске нет транспорта, ни автобуса, ни троллейбуса. Единственный доступный вид транспорта, это такси. Минимальный вызов сегодня 25 гривен. И вот эти все бабушки, дедушки, а там 3-5 километров, будут вынуждены добираться в эту двухэтажку. Мало того, мэрия Светогорска, ее мнение учитывается? Тоже не учитывается. Я вам скажу так, вот у меня тут несколько писем лежит в нашем уголове, в голове комитета Верховной Рады Украины Бахтеевой, начальнику здравоохранения Петряевой Донецкой области. Последнее письмо датировано 9 декабря прошлого года. Буквально прошло полтора месяца. Так в этих письмах не идет даже речи о том, чтобы припыниты, закрыты, ликвидировать. Они просят денег модернизировать и усилить. И усилить в связи с чем? Учитывая специфику Светогорска как курортного города, который летом увеличивается по количеству жителей, приезжающих в несколько раз. Мало того, по факту эти учреждения обслуживают не только Светогорск, но и Татьяновку, Богородичную, Яровую, Студинки, хоть это и Харьковская, и Красно-Лиманская область. И они даже мысли такой не допускают, что может быть закрыта одно из их лечебных учреждений. Тем более, что Светогорск включен в сферу Евро-12. Моя резюмирующая часть. На самом деле, я считаю, что это решение не соответствует действительности. Не проведены консультации с громадой Светогорска, мэрией. Поэтому мое предложение, депутаты, ну опять же, по совести смотрите, мое предложение не проголосовать сейчас это решение, а как альтернатива поручить нашей комиссии по здравоохранению, провести выездное заседание в Светогорске с привлечением мэрии, представителей громады, обсудить эту ситуацию, выработать компромиссное решение. Следующая сессия у нас буквально через 22 дня. И подготовить новый проект решения уже с учетом мнения громады и мэрии. Поверьте, возможно, возможно, я сейчас это, я вчера беседовал с начальником нашего правоохранения сегодня, там и вот, возможно, это и есть правильный путь, но опять нарушена процедура. Дело в том, что если мы сейчас и так примем это решение, мы, честно говоря, не завидуем тем депутатам, которые приедут в Светогорск и сказали, что они депутат славянского горсовета. Ну давайте не будем, говорите про себя, говорите про себя. Нет, ну, на самом деле здесь конфликт сейчас в Светогорске и Славянске. Я хочу сказать, чтобы все понимали, просто зато мне раздобался ситуаций и, как всегда, продолжает свои пиарства. Вот Славянск и Светогорске. Слушайте, ну давайте разбираться в Светогорске. Вы очень хорошо рассказываете, и я действительно, это очень здорово, если вот действительно вы так рассказываете, что там будут эти койки, и я верю, что они будут. Но мы говорим, но он говорит, или вы друг друга не поняли, он говорит об амбулаторном пункте, куда люди приходят не лжиться в стационар, а на прием. На прием, там будет в одном помещении, это близко, в центре города, а это далеко. На прием, они же не будут ехать. А они далеко не близко. Я хочу сказать, там была больница, там, это прекрасно вылетал в Светогорске. Конечно, нет. Там прекрасное здание. Ну, я согласна с вами, я не говорю о том, что оно не прекрасное, но оно в центре. А то, которое стоит на этой Листичанской улице, то есть на Лесной улице, это далеко. Далеко, далеко. Далеко, блинко. Далеко, далеко близко. Ну, подожди, ну, бабушка не идет, наш инцентракционер пути вы taped, но она идет на прием, в апбулаторию. Бабушка, приезжайте мне, приедет скоро помощь. Да ни приедет. Скорая помощь приедет. Если это далеко, человек, вице, приедет скороFormoce. Если, ну, в ССС. У нас есть терапевт, который придет, при ней надо ее обследовать. У нас сегодня что такое амбулатория? В амбулаторе сегодня будут врачи, которые будут приходить надо к каждому пациенту. Вы же почитайте, пожалуйста, а потом начинайте пучить. Да я не пучу начинаю. Он правильное решение сказал, что давайте процедуру сделаем. Процедура сделана, она сделана правильно? И сегодня врачи вы сказали, что что-то закрывает, проверьте сначала, что там закрывает. Вот мы и хотим проверить. Уже заодно и давно проверим. Кто за то, чтобы это правильное решение принять дело? Прошу голосовать. Кто за то? Я хочу сказать то же слово. Ну сейчас, пожалуйста. Да ничего подобного. Отмените пока голосование. Принято. В общем, я считаю, что это принято неправильно. Потому что Зонтов голословно не сказал. Он разобрался очень досконально. Он процитировал статью Конституции, которая нарушается. А она нарушается. И я считаю, что это кощунственное решение. И действительно нужно разобраться. И то ли действительно бабушка за 3 метра, за полкилометра придет ко мне не поверить. И еще. По поводу бесплатного, бесплатно, что окажут помощь. Я глубоко сомневаюсь, что наши врачи в городе Славянске способны оказывать бесплатно медицинскую помощь. В этом уже начинается снова повторение. И я считаю, что это не так.